МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сектор газа и туризма. Как голубое топливо сделает Колыванский район более привлекательным для путешественников? Песок в глазах, переломы рук и ног. Почему жаркая пора оказалась опаснее гололеда? С новыми силами. Первая тренировка хоккейной Сибири после отпуска. Как изменилась ледовая дружина в межсезонье? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вектор на развитие. Колыванский район должен стать перспективной туристической зоной. Кроме того, вскоре там появится новое крупное производство, развивают и уже имеющиеся предприятия. Накануне с рабочим визитом в районе побывал губернатор Владимир Городецкий. О том, как благоустраивать сельские территории, в нашей постоянной рубрике «Точки роста». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одном из таких живет и Мария Кочкарева. Говорит, каждую зиму, чтобы не замерзнуть, нужно и дровами, запастись и углем. Уходят десятки тысяч рублей за сезон. 8 тонн угля на зиму. Ну и, соответственно, нарастут где-то около 3 кубов дров. Для того, чтобы можно было растопить. Ну и если банка, соответственно, в банке еще кубов 5. Сколько денег по деньгам это выходило? Ну, по деньгам это где-то 1030 выходило. Три года назад здесь начали проводить газопровод высокого давления. В эксплуатацию ввели 30 мая этого года. Теперь топливо пускает на полную мощность. Сейчас оборудование установлено более чем в двух сотнях домов. Так что спасибо большое вам за газ. Наконец-то дождались. А дальше еще дрова берем? Уместо дрова, дрова, уголь. Это же каждый день вставай, растопляйте, так все пылит. Всего топливо придет в 415 домовладений села Скала. На развитие газоснабжения в Колыванском районе из областного бюджета за последние 9 лет потратили 214 миллионов рублей. Еще один перспективный сельский проект – завод по производству щебня. Его запасов хватит на четверть века. Завод Скала – один из самых крупных производителей щебня в регионе. Только за прошлый год объем продукции составил больше 700 тонн. В денежном эквиваленте это 300 миллионов рублей. Десятки производственных объектов, щебеночные карьеры производительностью больше 1 миллиона тонн щебня. Состояние больше полутора тысяч километров областных автодорог поддерживает как раз завод Скала. А недалеко от промплощадки – пристань Казачий мыс, откуда отправляют щебень за пределы Новосибирской области. В планах сделать производство еще масштабнее. Перспективы очень неплохие. Во-первых, само удачное расположение Калыванского района в близости к городской территории, а это дает хорошую мотивацию инвесторам для развития производств, для развития бизнеса своего. Поэтому ближайший, думаю, что предрешен вопрос по размещению здесь крупного производства по мясу индейки. Сейчас ведутся предпроектные работы, там земельные вопросы утрясаются до конца. Калыванский район рассматривают и в качестве туристической зоны. История этой территории богатая. Сейчас думают, как привлечь туристов. Елена Мирошниченко, Константин Менин, Новости ОТС. Жаркое лето опаснее гололеда у детских травматологов и офтальмологов. За первый месяц каникул прибавилась работа. И специалисты отмечают опасности, подстерегают ребят повсюду. И просят родителей быть более внимательными к досугу своих детей. Наталья Цопина с подробностями. Запнулся, упал, наткнулся на куст. Потребовалась операция. Затем, как восстанавливается глазное яблоко этого малыша, следят при помощи щелевой лампы. Детей с травмами в областную больницу привозят регулярно. Это единственное отделение, которое работает на экстренную офтальмологическую службу. Особенно много работы летом. Ветренная погода, пыль попадает под верхнее веко, либо внедряется в переднюю поверхность глазного яблока. И, в общем-то, дети обращаются с анародными телами. Причем возраст самый разнообразный. Начиная от детей первого года жизни и заканчивая так 15-16 годами. Конъюнктивиты. Те же самые, например, ребенок поиграл в песочнице, пыль, грязь попала в глаза, конъюнктивиты. Соня неудачно спускалась с батута. Упала на бок. Рука опухла за 15 минут. Схема стандартная. Операция, гипс. Мама говорит, хорошо, еще правая рука целая. Теперь в больнице спасаются раскрасками. Делать выбор в пользу тихих игр маленькой пациентке придется еще долго. Теперь будем обходить батуты. Больше не полезем, да, Соня? Или Соня хочет еще потом на батуты? Нет, это не хочет уже. Марина вспоминает, ровно 7 лет назад такая же травма была у старшей дочки. Летом, по статистике, в детских травмпунктах вообще наплыв пострадавших. Получается порядка трех тысяч пациентов, которые обращаются, это только облаторная травма, которая не нуждается в стационарном лечении. Это больше, чем во время гололеда? Это больше. Почему? Потому что в гололед, там же мороз, не всегда дети выходят на улицу, а здесь лето. И поэтому ребятишки стремятся куда? На улицу. Как правило, предоставили сами себе. Врачи просят не оставлять детей без присмотра. Впереди еще полтора месяца лета. И лучше провести их вне больничных стен. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Другим темам ремонт подкрался незаметно. Жители одного из домов Черепанова остались без света и воды. Дело в том, что второй собственник здания, компания РЖД, без предупреждения затеяла масштабные ремонтные работы. И теперь люди рискуют остаться еще и без крыш над головой. В ситуации разбирался Александр Куршев. Проходите, проходите. Вот тут уже все, видите, вот даже таз я оставила, не стала убирать. Тут все у нас было, бедра, все-все, вот паласы все замочили. Все видите, вот. Ирина Зинина показывает журналистам ОТС состояние своей квартиры после дождя. Стены и полы отсырели, поэтому пришлось дом обесточить. Здесь женщина проживает со своим мужем и дочерью. Второй половины собственник у ОРЖД. Мы думали, если два собственника, то мы должны как-то между собой согласовать. Вот этот ремонт и все. Но нам даже никто нас не предупредил, ни слова не было сказано. Вы знаете, тут какой шум был. Там все попереломали, там перегородки сломали, там все, там все сломали они. Мы боялись в квартиру заходить, думали, что что-то нам на голову упадет. Эту двухкомнатную квартиру от железной дороги 30 лет назад получил глава семьи Вячеслав Зинин. Вот ордер и свидетельство о праве собственности. В 2009-м по решению районного суда он ее приватизировал. А теперь в буквальном смысле слова потерял крышу над головой. Строители демонтировали перекрытие и даже не согласовали сроки ремонта с семьей. Если бы нас предупредили, либо заранее нам дали квартиру, то есть да, сказали, что в такие-то сроки вы переезжаете в другое жилье. Мы бы, соответственно, собрались бы, нам дали время на переезд, мы бы переехали. Но вот таким вот и просто начать от районной прокуратуры и закончить приемные президента по Сибирскому федеральному округу и не дождаться никакого ответа. Подрядчик каждый день начинает ремонтные работы в 7 утра, что нарушает закон Новосибирской области о тишине. Со слов прораба, о проблеме заказчик, то есть акционерное общество РЖД, знает. И сюда даже приезжала комиссия, которая никаких нарушений не выявила. В ближайшее время отремонтированное здание должны занять черепановские железнодорожники. В настоящее время, в связи с тем, что состояние общей домовой собственности, в частности кровли, было признано аварийным, проводятся плановые работы по демонтажу крыши и обустройству новой. Все работы планируется завершить в течение недели. Также в управлении железной дороги заявили, семье Зининых будет предложена альтернативная двухкомнатная квартира, равная по площади нынешней, где она будет располагаться и когда это произойдет, пока в РЖД не уточнили. Журналисты УТС будут следить за развитием событий. Александр Куршев, Андрей Дулепов, Новости УТС. В минувшие выходные в регионе прошла операция «Нетрезвый водитель». Такие рейды проходят регулярно и регулярно. Десятки нарушителей лишаются водительских прав. Тем не менее, все еще находится немало тех, кто садится за руль пьяным. Не, ну я на камере... Ну не боюсь я камеры. Эй, эй, ого, мама, привет. В ходе проверки в регионе выявили почти сто нарушителей в состоянии опьянения, как алкогольного, так и наркотического. Больше всего таких автолюбителей удалось задержать в спальных районах мегаполиса и в пригороде. Эксперты даже выделили отдельные места, где зафиксирован рост числа аварий с участием нетрезвых водителей. Особенно можно выделить ряд районов, области и города, в которых, к сожалению, количество дорожных происшествий увеличивается по вине водительного тренинга состояния. Если это в городе Рождественодорожный, Зайцовский, Калининский район, Первомайский, Советский, к сожалению, там рост по итогам первого полугодия. А в области, ну, традиционно, наверное, это Берск, наш, так скажем, спутник такой крупный. На велосипеде через всю Россию. Сегодня в Новосибирск прибыли участники масштабного велопробега. Месяц назад швейцарские туристы выехали из Москвы, чтобы за 80 дней преодолеть около 8 тысяч километров. Европейских гостей встречала и наша съемочная группа. 25 велотуристов из Швейцарии в столице Сибири. Дорога из Москвы заняла целый месяц. Велопробег ежегодный. По России впервые. Признаются, это самый длительный и экстремальный переезд за всю историю. Часть маршрута – горные подъемы и пустынная местность. Поблизости ни одного населенного пункта. Но путешественников это не пугает. Россия – замечательная страна для путешествий. Мы очень боялись, что будут большие расстояния, однообразные пейзажи. Но русская природа настолько разнообразна, что мы чувствуем, что попали в сказку. Туристов сопровождают два комфортабельных автобуса со спальными местами и зонами отдыха. А на случай поломок – две мобильных мастерских и два гаража. По этим же соображениям все велосипеды одинаковые. Запчастями можно меняться. Едут по навигатору. В Новосибирске швейцарских гостей встречают местные спортсмены. Гости из-за рубежа к нам приезжают не так часто. Поэтому это все-таки, я думаю, знаковое событие для нашего города. Участники пробега – опытные велосипедисты. Всем от 40 до 70 лет. За плечами десятки тысяч километров. В ближайшие два дня швейцарцев ждет знакомство с Новосибирском. А уже в среду они продолжат путь. Впереди – Иркутск, Байкал, Улан-Батор. А завершится велопробег в конце августа в Пекине. На площади Тяньаньмэнь. Алия Арзаева, Александр Кабукин. Новости ОТС. И в завершение о спорте. Хоккеисты Сибири провели первую перед предстоящим сезоном тренировку на льду. О подготовке к чемпионату континентальной хоккейной лиги и о новых игроках в команде расскажет Константин Бухтатов. Две группы хоккеистов. У одних час льда, у других тренажеры. Затем меняются. Пока игроки вкатываются в тренировочный процесс, журналисты знакомятся с новичками. Фин Йонас Кемпанин имеет в своем активе выступление на чемпионате мира и проведенный сезон в системе клуба НХЛ Бостона. Россия отличается от Финляндии и США, но здесь уже играли финские игроки и делали это хорошо. Почему бы мне не сделать то же самое? Я спрашивал о Сибири у Юрия Лехтера и слышал о городе и клубе только позитивные отзывы. Также я говорил с другими финскими игроками, и они тоже говорили о клубе только хорошее. Именно поэтому мне легко далось решение о переходе. Финские игроки реально хорошо играют тут. Лехтера, Энванд, Каскиранта, Коскинин. Это позитивный пример для меня. После перерыва команда собралась неделю назад, но первый лед только сегодня. Для игроков отпуск был разным. Например, для Степана Санникова непродолжительным. В отличие от всего состава, который отдыхал с конца апреля, бронзовый призер чемпионата мира по понятным причинам ушел на отдых только в конце мая. А вот голкипер Александр Салак присоединится к Сибири только 22 июля, пока он тренируется самостоятельно. И в отсутствие Чеха все внимание к вратарской линии забирает Алексей Красиков. Вся команда счастлива, уже рада наконец-то выйти на лед, приступить к тренировкам. Все соскучились по работе, по тренерам. Все-таки это наша жизнь. Поэтому работаем, будем готовиться к сезону. У нас длинный сезон впереди. Надо доказывать тренерам, пробовать совсем состав. Поэтому, думаю, будет плодотворный лагерь. Свободным остается еще одно место легионера. По нему тренерский штаб примет решение после новосибирского сбора. Нам, во-первых, по итогам этих сборов хочется понять, кто нам больше, скажем так, нужнее. Игрок в оборону или игрок в нападение. Ну, если кто-то из российских ребят, то уже будем рады. На домашнем льду команда будет тренироваться до 26 июля. Затем проведет товарищеский матч против новокузнецкого «Металлурга» в Ленинск-Кузнецком. Далее игры в Риге и сборы в Финляндии. Константин Бухтатов, Олег Сурков. Новости ОТС. И на этом пока все. Полная картина дня в итоговом выпуске новостей ОТС в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин